Впечатлений много, но самое основное впечатление мы задачу, которую ставили, похоже, мы ее выполнили. Наш форум, который «Белые ночи», который ныне четвертый, он развивается в этом году, он больше по программе, больше по количеству участников. Мы понимаем, куда нам дальше двигаться, мы его насыщаем, также продолжаем с тенденцией насытить практической составляющей. Мастер-класс у нас, во-первых, два дня до форума были мероприятия, потом вчера и позавчера были практически такие мастер-классы из операционных. Мы вообще уделяем внимание всем направлениям, связанным с лечением онкологических больных, с борьбой с онкологическими заболеваниями, в том числе и вопросом профилактики скрининга рака. Особенно у нас была большая сессия первый день, там были международные эксперты, было очень интересное заседание. Но каждый специалист, который имеет отношение к онкологии, он себе нашел место на этом форуме. Многие ко мне подходили, занимающиеся самыми разными областями онкологии, они восхищались прежде всего экспертами, которые приехали к нам, нашей страны и зарубежной. Это самое главное, потому что нам нужно всегда поддерживать свой уровень и не всегда есть время поехать на конференцию в далекую страну. Поэтому я призываю, следите за анонсом многих ведущих экспертов мира, вы встретите у нас на форуме «Белая ночь». Конечно, еще больше повысится. Во-первых, мы сейчас понимаем, что знание медицинских работников, всех специалистов, от первичного онколога до высококлассных специалистов в центрах онкологии, это наше слабое место. И особенно в регионах. Еще если в специализированном центре, например, в федеральном учреждении, как наше, есть возможность ездить, смотреть, участвовать в этих конференциях, то в регионах этой возможности нет. Я вот сейчас смотрю, к сожалению, из некоторых регионов я даже не вижу представителей. Там еще не понимают, как это важно. Поэтому сейчас стоит задача оснастить, переоснастить, а уже пора бы, и не только онкологические центры, и подразделения обычной сети. А как переоснащать, если не готовить к этому кадры? Значит, аппаратура будет простаивать, она будет неправильно использоваться. Поэтому, конечно, подготовке кадров мы должны уделять существенное внимание. Даже то, что у нас сейчас стоит, мы можем значительно более эффективно использовать, если бы были кадры выше уровня. А если мы хотим переоснащаться, как вы говорите, то вопрос подготовки особенно стоит. Мы готовы выступать в этом плане, мы национальный центр Петрова, у нас самые разные формы, и наш форум является одним из форматов подготовки специалистов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!